Галерея, три комнаты, зала, две спальни, календарь был, кухня. Ну, все выгорело, все на ухнаре. Через 2-3 минуты сразу столб дыма. Начал шифер гореть, начал копать. Все громче и громче. И стало продвигаться ближе, ближе, ближе. Начали осколки лететь, начало загораться во дворе. Тут у соседа забор загорелся. Муж схватил ведро, давай лейте воду туда. Я, когда это самое, во дворе еще выскочил, ну, маленькие очаги огня были. Я начал с ведра заливать. Потом, как шарахнуло, на голову что-то сыпется, руки обжигают, на руке думал, что оно печет. Что-то горящее, раскаленное упало. Я тем ведром, что поливал, голову прикрыл, слышу по ведре. Цок-цок-цок-цок-цок-цок металлическое. Ну, не знаю, как бы чудом остались, вот, женой живы. Нам хотя бы хоть какую-то компенсацию, чтобы мы же остались голые босы. Ответ, о чем есть, ответ от нас есть. Вот что осталось с этого дома. Вот что осталось. Тут наши вещи, потому что больше трех лет мы здесь жили. Тут собачка была. Вот что осталось с его. В ходе обстрела постраждали приватные будинки, влучание, майже в центр микрорайона. Також постраждала школа. Всього на зараз 59 будинків майже знищено, тому що була пожежа, і не сразу вдалося її приборкати. Полумя распространялося завдяки вітру. Девять сімей звернулося за допомогою. Більшість мешканців не проживали в цьому району, знаходились в евакуації. Тому, на счастье, вдалося обійтись без жертв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дякую за перегляд!